В последние годы Магнитогорский металлургический комбинат развивает свой производственный потенциал. Сегодня основной приоритет металлургов – экология. В рамках корпоративной стратегии развития топ-менеджмент ММК уделяет особое внимание реализации экологических проектов. До 2025 года общий объем инвестиций компании в природоохранную деятельность составит почти 38 миллиардов рублей. С 2007 по 2017 годы инвестиции ММК на реализацию мероприятий по снижению и предотвращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу превысили 10 миллиардов рублей. Это позволило сократить выбросы на 56 тысяч тонн в год. В 2017 году завершена реконструкция сероулавливающей установки Аглофабрики номер 2, что дает возможность взять на очистку весь объем отходящего газа. Завершена реконструкция газоочистных установок двухванного сталиплавильного агрегата. Эффективность очистки газов – 99%. Введены в работу системы аспирации литейных дворов доменных печей номер 9 и 10. Эффективность очистки газов – 98%. Реализация этих мероприятий позволила сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 26,7 тысяч тонн в год. С 2018 по 2025 годы инвестиции ММК, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, составят 21,7 миллиарда рублей. Это позволит уменьшить комплексный индекс загрязнения атмосферы в три раза. С 2007 по 2017 годы инвестиции ММК на реализацию мероприятий по снижению и предотвращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты составили почти 8 миллиардов рублей, что позволило сократить сбросы на 28 тысяч тонн в год. В 2012 году ММК реализовал масштабный проект по строительству комплекса 100 на 2000 холодной прокатки. Были использованы наилучшие технологии. Модернизация прокатного производства обеспечила сокращение сбросов загрязняющих веществ на 10,3 тысячи тонн в год. В 2017 году ММК приступил к реализации проекта по реконструкции системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-охладителя. Это позволит комбинату перейти на максимально замкнутую систему. Планируется выполнить строительство дополнительной разделительной дамбы, завершить реализацию проекта, намечено в 2018 году. До 2025 года будут производиться строительство новой биохимической установки и системы аэрации отстойников в устье Северного канала промышленных ливневых стоков, реконструкция оборотных систем водоснабжения горно-обогатительного производства и водоотведения известкового и доломитового карьеров. Инвестиции ММК составят 5,5 миллиардов рублей. Ежегодно комбинат возвращает в технологический процесс агломерационного производства около 2,3 миллиона тонн промышленных отходов. В 2015 году ММК реализовал проект по обезвоживанию шламов конвертерного производства. Был выведен из эксплуатации гидроотвал. Существующие темпы переработки позволят в 2018 году ликвидировать отвал мартеновских шлаков. Начнется переработка накопленных доминых шлаков. В отработанном западном карьере горы Магнитной выполнена биологическая рекультивация 154 тысяч квадратных метров земель. Высажены зеленые насаждения и многолетние травы. До 2025 года комбинатом будут выполнены Строительство установки по переработке железосодержащих шламов шламохранилища номер 2. Строительство полигона для размещения отходов на территории ликвидируемого восточного карьера. Завершение биологического этапа рекультивации отработанного западного карьера горы Магнитной. Чистый воздух, чистая вода, чистая земля, чистый город. Именно так называется одна из ключевых стратегических инициатив ММК. Озеленение городского пространства – одна из экологических акций, в рамках которой на территории 77 школ и детских садов только в 2017 году высажено тысяча саженцев ясеня и клёна, а в южных микрорайонах города – 462-летних сибирских ель. Понимая меру ответственности, компания последовательно движется к обозначенной стратегической цели – формирование благоприятной и безопасной окружающей среды для жителей Магнитогорска. В 2017 году начались работы по строительству новой аглофабрики номер 5 мощностью 5,5 млн тонн в год. Комплекс будет оснащен 19-ю современными природоохранными объектами. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Старая аглофабрика номер 4 будет выведена из работы. Строительство новой коксовой батареи номер 12 мощностью 2,5 млн тонн в год позволит вывести из работы три старые коксовые батареи. Строительство новой доменной печи номер 11 мощностью 3,8 млн тонн чугуна в год позволит вывести из работы три старые доменные печи. Ввод в эксплуатацию этих производственных объектов существенно снизит воздействие на окружающую среду. Реализация долгосрочной экологической программы позволит к 2025 году исключить сбросы в Магнитогорское водохранилище, обеспечить экологически безопасное размещение отходов, рекультивировать нарушенные земли, достигнуть низкого уровня загрязнения атмосферного воздуха города. Черная металлургия может и должна быть чистой. Субтитры создавал DimaTorzok